Смотрите прямо сейчас. Люди бросают квартиры и бегут из этого района. Все описывают зло по-разному. Такая вот косматая какая-то морда. Морда нечеловеческая. Но результат всегда один и тот же. Здесь все дома мертвые. Все дома... Похищен кот Барри Алибасова. Сможет ли его найти специалист по магии? И зачем украли животное-талисман продюсера? Она может провести над этим животным какой-то ритуал. Тайна смерти Игоря Сорина. Он говорил, ты уйдешь, и у тебя будет все в 10 раз больше. Заговор на смерть. Он неправильно сделал, он снял крестик. Или секта для шоу-бизнеса. Меня аж ногу вывернуло, мурашки по коже. Эпидемия жестоких убийств в Нижегородской деревне. Мы нашли здесь 15 рублей. Одни были повешены. Поможет ли спасительная молитва? Батюшка, отец Алексей плачет, просит у Бога, чтобы он ожил. Матюшка воскресает. Магия планет. Выдержат ли звезды шоу-бизнеса тревожные предсказания астрологов? Я боюсь этих вещей. Я не хочу об этом знать. Как вы, почти точно такой же. Плохо закончил. Его убили. Жизнь полна необъяснимых и мистических явлений. Где грамм между суеверием и тем, что не изучено наукой? Верить или не верить в сверхъестественное? Нужно ли знать, что там на темной стороне? Решать каждому. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это печально известный квартал жилых домов в промзоне на окраине Петербурга. Рабфаковские переулки в Абухово уже полвека преследуют череда необъяснимых смертей и страшных аварий. Кого не спроси, каждый вспоминает трагедию. Многие жители Абухова бросают свои квартиры и уезжают из проклятого района. В руках у Натальи Наливкиной последняя фотография ее мужа Дмитрия. Я их сфотографировала с младшей дочкой за неделю до гибели. На фото счастливый отец семейства в обнимку с маленькой дочкой. Наталья вспоминает, Дмитрий будто ждал беды. Даже за праздничным столом он говорил о смерти. Я, говорит, скоро умру, мне жить мало осталось. Все время мне какие-то напутствия давал советы, что делать, как там дети. Через неделю страшное предчувствие воплотилось в лес. Очевидцы рассказали Наталье. За секунду до столкновения перед автомобилем Дмитрия промелькнула странная черная тень. Машина впереди шла, которая поворачивала налево. Произошло столкновение, его начало крутить по дороге, и он не справился с управлением, и как бы врезается в стул. Мария Соколова совсем недавно стала свидетелем жуткой аварии на Рапаковской улице. И так же, как и в случае с гибелью Дмитрия, на месте происшествия она видела черные тени. Как-то я ехала на работу и видела на этом месте тело сбитого мужчины. И минут 15-20 видно было, какие-то непонятные темные тени кружились над ним. Раиса Гульчук – бывший работник ЖЭКа. Она потратила 40 лет своей жизни на решение коммунальных проблем. Но так до сих пор не поняла, почему новые дома становились аварийными. Будто кто-то невидимой рукой приводит все в районе в негодность. Дома резко давали трещину, портилась бытовая техника у людей, совершались какие-то непонятные действия. Карине Бадалко довелось встретиться с таинственной сущностью. Эту встречу она запомнила навсегда. Как изнутри вот что-то такое вот. Раз, открываю глаза, и у меня вот на соседней подушке такая вот косматая какая-то морда, лицо. Даже вот не сказать, что оно человеческое, вроде как нечеловеческое, вот что-то лохматое такое. И я так вот очень испугалась сильно, вот этим одеялом давала что-то читать. Исследователь аномальных явлений Илья Саглиани отправляется в Абухово. Эксперт намерен выяснить, что же происходит в этом питерском квартале. Местный житель Евгений Кривошлыков показывает фотографии, сделанные возле заброшенного здания. Они проявили себя при просмотре фотографий, то есть после того, как начали просматривать уже отснятый материал. Для Ильи Саглиани эти фотографии – доказательство аномальности места. То, что вы мне показали, это как раз плазмоиды, те энергетические сгустки, которые являются симптомом аномальности этого места. Эксперт приступает к замерам магнитного поля. Багнитометр фиксирует мощные изменения по магнитным полям. Странным образом, вообще ужас. Аппаратура показывает очень сильные изменения по магнитным полям. Я не вижу здесь конкретного эпицентра. Такое ощущение, что здесь сплошная аномальная зона весь район. В чем причина аномальности района, разбирается парапсихолог Зирадин Рзаев. Его сопровождает бывший работник ЖЭКа Раиса Гульчук. Эксперт безошибочно находит места, где случались трагедии. Самоубийство было? Да, он повесился. Я это вижу. Два раза он повесился. Один раз повесился, он остался жив. Да, да, да. А второй раз самоубийство. Он попытался, и у него получился. Зирадин сканирует местность. Видно, что это дается ему с трудом. Парапсихологу становится не по себе. Чувствую, когда трогаю камень кладбища. Здесь все дома мертвые. Все дома очень много-много призраков, очень много фантомов. Один из фантомов кажется Зирадину знакомым. Он чувствует, это душа с мощной энергетикой. Вот я мужчину вижу, у него короткие волосы. Он в военном виде. Вот здесь очень странно, что чем-то связано вот это кладбище. Чей образ видит Зирадин и правда ли, что квартал построен на Погосте? За ответом мы идем к исследователю питерских некрополей Илье Попову. Историк показывает нам карту прошлого века. На ней четко видно. Рабфаковские переулки расположены на месте старого кладбища. В земле под нашими ногами старые склепы захоронения. Более 30 тысяч человек. Это и родители вице-адмирала Александра Васильевича Колчака нашли место вечного покоения здесь. Может быть человек в военной форме, которого видел Зирадин. И есть адмирал Колчак, чьи родители здесь похоронены. Мы готовим эксперимент, в ходе которого станет понятно, прав ли специалист. На одной из шести фотографий изображение знаменитого флотоводца. Сможет ли парапсихолог найти его? И что он расскажет о смерти знаменитого белого офицера? Мне кажется, эта фотография имеет отношение к нашему поиску. Вот здесь какой-то мужчина я вижу. Он похож на полицию. Вот у него такая шапка на голове. Именно на полицию похожий. Какой-то круг вижу. Это он. Зирадин безошибочно находит нужное изображение и описывает обстоятельства гибели адмирала. Я вижу, что там он получил головную травму. Вот как-то стрелба. Стреляли. Левое полушарие головы. Вот здесь прямо. Сто процентное попадание. Адмирала расстреляли под Иркутском. И никто не знает, где его могила. Его душа не в покое. Он ищет, он не нашел те места, в которые он должен находиться. Эксперт чувствует, жить здесь опасно. Очень много трагедий лежит на этом земле. Очень много. Большая трагедия. Наталья Наливкина всерьез задумалась о смене квартиры. Но денег на переезд у нее пока нет. Женщина просит у Зирадина защиты. Жить тут не уносимо. И мы как раз сейчас квартиру уже подыскиваем, чтобы отсюда съехать. Потому что очень переживаем за детей. Ничего хорошего я не могу вам сказать. Этот дом мертвый дом. Здесь мертвая энергетика. Парапсихолог советует Наталье не тянуть с переездом. И на то время, пока она будет собирать необходимую сумму, готовит защитный обряд от потусторонних сил. Пумагу надо высохнуть и сжечь. После этого ритуал. Теперь, как обещает Зирадин, дом Натальи под магической защитой. Но как избавить от мести призраков весь квартал? Единственный путь, здесь надо строить храм. На этом месте? Да, храм на их память. Тогда это проклятие будет снимать от них. В конце 20-х годов в советское время началась стремительная индустриализация. Сносили кладбища. А на их месте строили дома и предприятия. И в Абухово на месте бывшего погоста возвели жилой квартал для рабочих. Историю не повернуть вспять. Неужели жителям этого района стоит бояться мести потревоженных душ? Остается надеяться. Призраки обретут покой. И перестанут беспокоить жителей. Далее в программе. Пожар в квартире. Пропажа кота и другие несчастья Барри Алибасов. Тайна смерти Игоря Сорина. С экрана Барри Алибасов, как всегда, блистает счастливой улыбкой. Но дома, вдали от телекамер, продюсеру не до смеха. В его жизни началась черная полоса. Все валилось. Все, уже вся работа остановилась. Все. Больше того, я уже говорил, и машина ударилась, и деньги украли. Полоса невезения началась с тех пор, когда при странных обстоятельствах из квартиры продюсера пропал его породистый код Чуча. Весь квартал изъездили, избегали, исходили по всем домам, подъездам, дворам. И объявления везде повесили. Код для Барри Каримовича не просто домашний любимец. Древние египтяне считали кошек священными животными. И Алибасов верит, Чуча – защитный талисман и оберегает его от всех несчастий. Я вообще не могу место себе найти. У меня голова не работает. Я ничего не могу делать. Три года назад продюсеру уже пришлось пережить подобную трагедию. Прежний кот Арни погиб в пожаре. Безнадежно кричал Арни, Арни, Арни. Он не откликался. Рискуя жизнью, Алибасов пытался спасти его, но не смог вытащить из огня. Я не могу его выводить. Арни тоже был талисманом и оберегом метро-шоу-бизнеса. Сразу после его гибели на Барри Каримовича обрушились болезни и финансовые потери. Сегодня ночью Барри Алибасов увидел пропавшего кота в жутком сне. Утром продюсер пригласил специалиста по биоэнергетике Альбину Селицкую. С помощью ее способностей были найдены десятки людей, но Альбина никогда не искала животных. Удастся ли нашему эксперту почувствовать энергетику пропавшего кота? Мне нужна его еще фотография. Ну, давайте пойдем. Там есть портрет. Альбина пристально смотрит на портрет хозяина дома с пропавшим котом. Эксперт понимает, злоумышленники хотят лишить Алибасова и его дом защиты. Спустя несколько минут она видит, что произошло. Кот в чужих руках и его просто оттуда не... Что значит в чужих руках? Его взяли и вынесли с вашей квартиры. Барри Каримович теряется в догадках, кто и с какой целью мог выкрасть животное. В тот день в квартире Алибасова, как обычно, было много людей. И телевидение, и корреспонденты, и офис, и жена моя здесь все. Альбина просит принести предметы, которых касался кот Чуча. Когда человеком как покрывалом покрывается голова, человек находится в обиде в глубокой. И... Баджахер, что ли? Нет, нет, это вот просто вот женщина как в косынке. Это она в глубокой обиде. Круг подозреваемых сужается. Продюсер вспоминает, кто из женщин в косынке бывал в его квартире в последнее время. Кристина. Была она здесь, да? Ну, вообще... Хотя бог ее знает. Кристина – бывшая домработница Алибасова. Но зачем девушке мог понадобиться любимый кот продюсера? Барри Каримович хочет поговорить с Кристиной. Аппарат абонент выключен. Эксперт по биоэнергетике приступает к поискам. Она чувствует, кот находится далеко от дома Алибасова. Чувствую, что кот находится не в этом здании, не в этом доме. На западе однозначно нет. Восток вообще выпадает. Север, север, север. Нет, тяжесть идет вся сюда, магнитом тянет вниз, к югу. Ой, такой густой сигнал идет. Очень хорошо. Так, где же серая? Нет. Да, скорее всего, оба с женщиной в диадеме или в короне. Возможно, это метро Царицына. Надо искать Царицына. Альбина просит нас поторопиться, и мы следуем за ней в метро. Та женщина, которая забрала этого кота, она владеет какими-то магическими знаниями и может провести над этим животным какой-то ритуал. Говори Каримовичу, я об этом не хотела говорить в квартире, потому как он мог очень расстроиться. Метро Царицына. Введение подсказывают Альбине, кот должен быть неподалеку. Но кругом так много людей, что биоэнергетику очень трудно сосредоточиться. С этой игрушкой кот Алибасова не расставался ни на минуту. Альбина уверена, эта вещь поможет ей в поисках. Но сейчас от предмета исходит очень слабая энергетическая вибрация. Альбина идет в другую сторону и видит. Впереди стихийный рынок, где продают домашних животных. А может быть видели, лысую кошку не продавал никто? Лысую, да, продавала кошатница одна. И вдруг эксперт почувствовала от игрушки сильнейший энергетический сигнал. Значит, пропавший кот находится совсем рядом. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. А вы что-то продаете? Да. Это кто? О, какой красивый. Это сфинкс, да? Да. А скажите, это взрослое животное? Да, он уже большой. А почему продаете? Так сложились именно обстоятельства. Я не могу за него перехаживать. Альбина уверена, укутанный в одеяло кот и есть чуча. Но почему его пытаются продать? У меня есть очень хороший знакомый, который готов и купит у вас этого кота. Сейчас я вам позвоню. Вы постоите какое-то время еще здесь? Да, я пока еще постою. Биоэнергетик набирает номер ассистента Барри Алибасова. Алло. Да. Здравствуйте. Я нашла вашего кота. Вы могли бы сейчас приехать в этот район метро Царицыно и недалеко от рынка? Через полчаса ассистент Алибасова Сергей появляется в указанном месте. Но узнает ли он любимца своего босса? Вот девочка стоит, она продает Синкса. Внезапно женщина, которая хотела продать нам кота, начинает нервничать. Кажется, что она и Сергей хорошо знакомы. Кристина! Кристина, подожди! Кристина, куда ты? Стой! Я сейчас полицию вызову. Что ты делаешь? Стой! Это же кот наш! Что ты делаешь? Отдай сюда! Пусти! Отдай! Отдай кота! По-моему, наш, смотрите. Чуча, замерз маленький. Сергей уверен, сбежавшая женщина и есть Кристина, прежняя домработница Алибасова, образ которой экстрасенс увидела с самого начала. Зачем она украла кота? В этом баре Алибасову еще предстоит разобраться. Мне кажется, сегодня будет грандиозный праздник, банкет. Просто, не знаю, салют, наверное, даже закажет. Но для него кот – это все. И вот долгожданная встреча. Барри Каримович, чуча нашелся. Ой, где ты? Чучка маленький, мой чучеченький, мой сладкий. Ой, какой холодный. Но не рано ли Барри Каримович радуется? Ведь Альбина так и не рассказала продюсеру о своем видении. Когда пошли четкие образы и картинки, они были настолько ужасные, что я не могла сказать об этом Барри Каримовичу, потому как его реакция могла быть непредсказуема по отношению к этому человеку. Альбина увидела, что над котом готовился магический ритуал. Скорее всего, похитительница так и не осуществила задуманное. Она побоялась провести обряд черной магии. Страх оказался сильнее желания причинить боль Алибасову. Но этот кот – очень дорогое животное, и Кристина решила его продать. Альбина Селицкая уверена – кот Барри Каримовича, как и прежде, будет астральной защитой для своего хозяина и его дома. Вот уже более 15 лет тайна гибели популярного певца Игоря Сорина остается неразгаданной. Солисты Иванушек до сих пор утверждают, и вдруг на самоубийство пойти не мог. Это убийство. То есть Игоря, по всей вероятности, мы это не можем доказать. Это никак не связано с его... Вот все там пишут таблоиды и журналисты, что это самоубийство. Бред. Мама певца Светлана Сорина не верит, что ее любимый мальчик мог сам броситься с шестого этажа московской высотки. Я могу по этим подозрениям сказать, что Игорь не совершал этого. Я видела его лицо. Совершенно чистое тело. Все органы работали. Как это может быть при падении? Никак. Эксперт по общению с потусторонним миром Татьяна Московская пытается выяснить, что стало причиной трагедии ранним утром 1 сентября 1998 года. Вот оттуда идет холод. Вот шестой этаж. С этого балкона, по версии следствия, и выпрыгнул самый романтичный из Иванушек. Это было здесь. Человек будто отсюда вывалился. Все сказанное нашим экспертам вроде бы совпадает с официальной версией следствия – суицид. Но неожиданно Татьяна получает какие-то странные сигналы. И Игорь ушел из жизни не по своей воле. Такое ощущение, что смерть из-за предмета. Как будто бы у него отобрали этот предмет. Но что это за предмет, о котором говорит Татьяна? Вокалист Иванушек Кирилл Андреев вспоминает. В последнее время у Игоря появилась страсть к всевозможным амулетам. Он опять же, вот эти вот все финички, талисманы, он с ними в дорогу ездил, брал с собой. Костюмер группы Юлия Григорьева-Аполлонова пришла навстречу в ресторан. Они здесь часто сидели с Игорем. В последнее время к нему пристал какой-то Бася, увлекающийся всякой этой вот мистикой, эзотерикой. Он говорил, ты уйдешь, и у тебя будет все в 10 раз больше. И Игорь ушел. Но буквально перед уходом из группы он совершил странный поступок. Даже был какой-то момент, когда он неправильно сделал, он снял крестик. Бывшая девушка Сорина, Валентина Смирнова, вспоминает их романтические встречи. Незадолго на смерти Игорь резко изменился. Это просто был один человек, а стал совершенно другой, с другими мыслями. Как будто бы открутили одну голову и прикрутили другую. Друзья Игоря подтверждают, он в тайне от них куда-то ездил и встречался с непонятными людьми. И сегодня на форуме памяти Игоря Сорина общаются люди, которые в конце 90-х устраивали встречи поклонниц с Иванушками. Нам удалось разыскать одну из них. Это Виктория Цыганкова. Когда ей было 25, она познакомилась с Сориным на одной из закрытых вечеринок. Женщина помнит, незадолго до смерти Игоря она несколько раз подвозила его куда-то на окраину Москвы. Сегодня, спустя 16 лет, мы вместе с ней попытаемся найти это место. У меня тогда только машина появилась, и вот он попросил меня подвезти сюда, в этот район, куда открыто шоссе вообще где-то у черт на куличках. Мне кажется, это была пятиэтажка, но какая из них я точно не помню. Виктория не может показать точно, к какому из домов она подвозила Игоря перед смертью. Сюда приезжает наш эксперт Татьяна Московская. Она старается уловить еле ощутимые сигналы. Энергия сохраняется до 40 лет человека, но идет очень слабо. Очень слабо. Сейчас минутку я проверю. Нет, как бы вот щуп поворачивается туда, туда. Сейчас я попробую вот этот дом. Внезапный эксперимент прерывает прохожая. Местная жительница подходит к Татьяне Московской и говорит на понятном ей языке. Девушка, отрицательная энергетика? Отрицательная. Я вам скажу, там у нас живут люди с отрицательной энергетикой. Даже их трое. Ну, колдуны. Неожиданная помощь случайной прохожей очень кстати. Татьяна меняет направление поиска. У меня рамка прямо вот четко на третий подъезд. Такое ощущение, это вот тот, да, подъезд? Да, да, вот подъезд, где каленая береза. Почему рамка показывает именно на этот подъезд? Татьяна исследует этаж за этажом. Специалист чувствует энергию погибшего певца. Он точно был на этой лестнице. Он поднимался, вижу, кверху. Был растерян. Татьяна Московская останавливается у каждой двери. Это здесь. Уверен? Это здесь. Здесь он был, я тут его чувствую. Энергетик. Кажется, Татьяна нашла ту самую квартиру. Но что за этой дверью? Кто нам ее откроет? Нас встречает пожилой мужчина с наигранной улыбкой. Татьяна чувствует, квартира связана с каким-то страшным преступлением. Она просит ее впустить. У меня идет очень сильная энергия от вас. Прямо мощь. Энергия почему-то идет вот не божественная, а такое ощущение, как какая-то другая. Вроде как людей вы как от Бога, как забираете в другую сторону. Хозяин странной квартиры представился Александром. Стена комнаты увешана плакатами с эзотерической символикой. Алтарь. Так вы что ли живой бог на земле? При чем тут живой бог? У алтарей, где в церкви. Ну и что? А что, здесь храм? Не надо мне по-христиански. Татьяна спрашивает Александра, знал ли он Игоря Сорина. Никакого Игоря Сорина я не знаю. Да я никак на него не влиял. У меня вообще понятия нет никакого. Александр заметно нервничает и просит ее уйти. Вы что, ну тогда идите отсюда. Но уйти Татьяна Московская не может. Ее что-то останавливает. Женщина испуганно озирается. Ей явно не по себе. У меня прямо какая-то ломота идет. Вот тут что-то плохо. А вот это вот что тут делает этот предмет? У меня мурашки по коже. Далее в программе. Кто заставил Игоря Сорина шагнуть с балкона? Итак, наш эксперт Татьяна Московская попала в квартиру, куда ее привела энергетика погибшего Игоря Сорина. Она ощущает силу найденной дудочки и сопоставляет ее со своими видениями на балконе в доме Игоря. Ее вывод однозначен. Дудочка принадлежала Сорину. Показали эту дудочку исследователю сект Алексею Звездину. Эксперт изучает музыкальный инструмент. У него не остается сомнений. С помощью дудочки управляли душой Сорина. Для подчинения или систематизации действий людей успокоен веков используется музыкальный инструмент. Зомбировать-то можно на что угодно. На самоубийство, на какие-то очень сложные действия. Звука дудочки достаточно для того, чтобы включить выполнение этой программы. Мы показываем найденную дудочку Игоря его другу Кириллу Андрееву. Музыкант шокирован. Он узнает любимый талисман Сорина. Ой, ой, господи. Он на ней дудил, я не знаю, много-много раз. Был период, когда он с ней, наверное, даже спал. Могла ли дудочка управлять волей Игоря во время сна? Ведь трагедия случилась ранним утром. Как объяснил сектовед Алексей Звездин, певец попал под влияние энергетически заряженного музыкального инструмента. Незадолго до смерти Игоря дудочка таинственным образом исчезла. Но тогда никто не придал этому значения. Получается, что вот, вы знаете, какая-то как мистика. Его эта любимая дудочка пропала. Татьяна Московская сканирует музыкальный инструмент. Я вижу, что отобрали у Игоря Сорина дудочку с целью, чтобы он написал им музыку, которая будет зомбировать тысячи людей. Услышав версию Татьяны, Кирилл Андреев меняется в лице. Это была музыка такая, она, может быть, даже шаманская. Получается, что Сорин должен был писать музыку, которая зомбирует. Он музыку-то записал, а слова он не мог. Сейчас даже говорю, вспоминаю, как он поет, и у меня были волосики, выставлены на руках, аж мурашки бегут. Скорее всего, певец стал понимать, что попал в зависимость. Но он не мог выполнить сектантский заказ. Писать музыку для зомбирования других людей. Возможно, ценой своей жизни Игорь Сорин спас не одну тысячу судеб. От деревни Барцурманы в Нижегородской области до ближайшего населенного пункта 50 километров. Но это напрямую через болото. В последнее время местные жители боятся выходить на улицу. Их преследуют призраки. Исследователь паранормальных явлений Жемеля Савельева приехала в село разобраться, что происходит. Очень негативная, тяжелая, давящая энергетика. Вот здесь жить просто невозможно. Это средоточие зла. Это покосившееся здание с облупленными стенами, бывший дом культуры. А теперь местный магазин. Марина Мурадян год назад приехала в деревню работать продавцом. Но недавно ее жизнь превратилась в настоящий кошмар. Поздним вечером, когда Марина осталась в магазине одна, она увидела призрак светловолосого мужчины. Он вот тут вот сидел напротив. Я здесь к ревизии готовилась. Он сидел здесь напротив, нога на ногу. И просто вот наблюдал за мной. По описанию продавщицы, сельчанка Надежда Смирнова узнала в этом призраке своего соседа. Молодой человек лет 30. Под это описание подходил только один молодой человек, который был убит возле клуба. Краевед Владимир Тюрин ведет нас по поселку. Здесь, говорит мужчина, ходит в непрекаянные души. Чья-то невидимая рука творит бесчинство вокруг. На улице, на которой я живу, сначала жена мужа поленом забила до смерти, потом в другой семье муж жену топором зарубил. Посчитали, за 40 дней 10 похорон, 10 покойников. Краевед рассказывает, больше ста лет назад в Бортсурманах жил состоятельный помещик Паршин. Сельчане знали, помещик любил соблазнять деревенских девушек. Крестьян это раздражало, и его решили убить. Помещик убили не просто так. Помещик начал приухлестывать за невестой кузнеца. И убрали помещика, чтобы кузнец продолжал работать. Ходят легенды. Помещик боялся за свое богатство и часть золота закопал на деревенском погосте. Теперь кладбище в Бортсурманах – излюбленное место черных копателей. Местный житель Александр Павлов пытался остановить тех, кто раскапывал могилы. Во-первых, когда мы захораним, я вам могу сказать, что вирусы, чумы, холеры, сибирская язва, туберкулеза хранятся в земле не по одной сотне лет, то и до тысячи лет. Люди собрались около могилы, спрашивали, что происходит, никого ответа не было. Исследователь паранормальных явлений Жемеля Савельева чувствует, что черные копатели потревожили души умерших. Люди, не ведая, что творят, оглумились, и все, что с ними происходит, это деяние рук человеческих. Жемеля Савельева готовит обряд, чтобы успокоить духов. Она видит мертвецов, которые были захоронены на деревенском кладбище. Надо, чтобы лучше разгорелся наш костер все-таки, часовой стрелки. Замыкаем круг. Ты не хочешь? Против, не хотят, чтобы мы это делали. Все равно получится у нас. Огонь сожги, сатану. Дух огня, я призываю тебя. Духи леса, помоги. Огнем очищай. Душу заберегаю. Огнем очищаю. Душу заберегаю. Наш эксперт убеждена, причина жестоких убийств и появления призраков в том, что искатели помещичьего золота разорили могилы. А ведь это место считается святым. Когда-то здесь служил батюшка Алексей Барцурманский. Еще при жизни он совершал чудеса исцеления. А однажды воскресил ребенка. Его принесли отпевать в церковь. И батюшка, отец Алексей, к Богу молитву стал возносить. И вдруг мальчик встал в гробе. Теперь поклониться мощам святого каждый день приходят местные жители и просят о помощи. В Барцурманах ходит по вере, что отец Алексей сказал, пока он здесь мощь его находит, село будет стоять. Как только вывезут, село кончится. В принципе, глядя по соседним селам, наш еще стоит. Местные жители надеются, сила мощей святого Алексея Барцурманского и дальше будет охранять деревню. И защитит село от невзгод, в том числе и от охотников за сокровищами. Смотрите далее. Магия планет. Выдержат ли звезды шоу-бизнеса тревожные предсказания астрологов? Что нам готовит наступивший 2014 год? Настрадамус, Ванга, Эдгар, Кейси. Великие предсказатели знали наперед, что ждет человечество в 21 веке. Все они пророчили страшную катастрофу мирового масштаба. Астрологи предупреждают. Войны, экономические потрясения. Весь год будет напряженным. Звезды шоу-бизнеса тоже обеспокоены за свое будущее. Известного продюсера Иосифа Пригожина мало волнуют глобальные пророчества. Его больше интересует собственная судьба. В 2003 году астролог предсказал Пригожину финансовые потери. Роковой прогноз сбылся. Преступники взорвали его машину и ограбили квартиру. С тех пор продюсеру страшно заглядывать в будущее. Я боюсь этих вещей. Я не хочу об этом знать. Я как страус в этом смысле. Превозмогая страх, Пригожин снова идет к астрологу, чтобы узнать прогноз на год. Предсказания Александра Непомнящего вначале не предвещают беды. Апрель-май и октябрь-ноябрь желательно не предпринимать каких-то важных дел в это время. Лучше поберечься. Астролог предупреждает. В жизни звезды могут быть финансовые неурядицы и громкие скандалы. Такой человек, как вы, почти точно такой же, это Павел Первый. Знаменитый российский император. И что, Павел Первый плохо закончил? Ну, да. В общем, можно сказать, что плохо его убили. Астролог успокаивает Иосифа. Человек может влиять на свой прогноз. В его жизни могут быть и приятные перемены. За точным расчетом Пригожин обращается к нумерологу, к уручисел Кларе Кузденбаевой. Она подтверждает. Именно в цифрах скрывается тревожный прогноз на этот год. Год сложный. Год сложный, потому что... И в физическом плане. Потому что это солнце нулевой. Могут быть проблемы. Дело может дойти до развода. Иосиф снова меняется в лице. Видно, что он напряжен. Готова ли к таким изменениям в судьбе его жена Валерия? Однако нумеролог успокаивает. Не стоит ждать от 2014 года только плохих новостей. Валерию и Иосифа ждут и приятные перемены. Если период этот пройти достойно, то в течение года она забеременеет и родит ребенка. Астрологи напророчили Иосифу безумный год. Сможет ли он спать спокойно с такими мыслями? Актриса Анастасия Макеева давно мечтает, чтобы в ее доме раздавались детские голоса. Уже 4 года она счастлива в браке с музыкантом Глебом Матвейчуком. Но долгожданная беременность так и не наступает. Я очень часто в себе копаюсь. Это не очень хорошо, наверное. Потому что прошлое уже не изменительно, оно уже написано, оно уже случилось. Актриса признается, она сильно нервничает. Макеева молчалива и очень сосредоточена. Через полчаса у нее назначена встреча с астрологом. Актриса жалуется, в последние годы трагедии не обходит ее дом стороной. Я лежала в реанимации. Я была в коме несколько дней. Здоровье актрисы подкосило смерть родного брата. В 2008-м молодой и крепкий Даниил подхватил инфекцию, когда купался в озере. И через несколько дней скончался. Анастасия Макеева хочет выяснить у астролога, могла ли смерть брата повлиять на ее личное счастье. В его карте видна очень большая привлекательность для противоположного пола. Он действительно пользовался очень большой популярностью у женщин. Для какой-то женщины разрыв с ним, возможная обида ее, очень тяжелая обида, вот ему отыгралась. Судьба самой Анастасии словно тоже отыгрывается на ней. Астролог Светлана Проскурякова видит непростые отношения актрисы с мужчинами. Звезды указывают, тяжелые разрывы и скандалы окружают Анастасию. Второй партнер управляется Марсом. Марс – планета агрессивная. И страсти, отношения на страстях. Анастасия замирает от ужаса. Астролог словно видит ее насквозь. В моей жизни стали появляться мужчины, которые имели очень яркую красивую оболочку, как классный торт из супермагазина. А внутри маргарин и прокисшая сметана. Неужели череда трагедий, связанных с мужчинами, будет преследовать ее? Анастасия еле сдерживает слезы. Как победить неведомые силы, которые мешают ей забеременеть? Обязательно будет ребенок в период 37-38 лет. Это вот кармическая некоторая предопределенность. У меня вдруг произошла замена в мозгу, и я увидела лицо ребенка перед глазами своего ребенка. Мне хочется о ком-то заботиться. Солистка винтажа Анна Плетнева хоть и поет о том, что не верит звездам, но в будущее все-таки решила заглянуть. Ой, мне очень интересно. Один из сольных концертов Плетневой однажды закончился трагично. Анна ступилась на сцене и сломала ногу. В этом году певица опять планирует грандиозное выступление. Анна с опаской интересуется у нумеролога. Можно ли выбрать для концерта удачную дату? А 8 ноября? Может, перенесем на 6? Это то. Вот что значит интуиция. Восьмого ноября. То есть потому что ваше число удачи 8. Анна надеется. Нумерологический расчет не обманет. Ей предсказывают. Карьеры и финансы певицы пойдут в гору. Звезды обещают успех в творчестве. В силу того, что вы родились 21 августа, у вас кот королевы. Все мне должны, я никому. Прекрасно. Вы никогда не должны оправдывать. Сейчас Анна счастлива со своим мужем. Супруги воспитывают троих детей. И, кажется, звезды готовят певице новый сюрприз. Ой, смотрите, вы можете забеременеть. Ага. Опять. Слава, успех, рождените. Так что, Анна, в следующем году... Ой, супруга. Я прощу вас. Но насколько будут точны предсказания? И можно ли как-то повлиять на ход событий, зная все наперед? Об этом астрологи молчат. Однако предчувствие больших перемен не покидают ни звезд, ни специалистов по звездам.